Трагедия с маленьким сыном Пьехи Хозяйка бассейна, супруга футбольного судей Безбородова начала отчитывать Петю, в результате маленький шалун упал и ударился головой. На днях Горчакова сообщила подписчикам в социальной сети горькую весть о том, что Петя вновь оказался в больнице. Как выяснилось, мальчику потребовалось хирургическое вмешательство. Вдаваться в подробности Наталья не стала. Она лишь отметила, что наследник Пьехи чувствует себя более-менее хорошо и уже идет на поправку. Деталями произошедшего Горчакова поделилась чуть позже. Петр занес инфекцию, началось острое гнойное воспаление панарицей. Причем обратились мать с сыном в больницу по поводу одного тревожащего их пальца. Но при обследовании врач обнаружил, что и на второй руке развивается та же патология. Напомним, что после того, как Стасу стало известно о том, что супруга футбольного арбитра, живущая по соседству с бывшей женой артиста, избила его ребенка, сразу же принял меры к тому, чтобы виновная понесла заслуженное наказание. Несмотря на то, что Пьехар остался с Горчаковой, вскоре после рождения Петра он не устранялся от участия в его жизни. А Наталья не препятствовала сыну и его отцу общаться. К слову, супруги развелись из-за того, что Стаса практически никогда не было дома. Он все время был на гастролях, записывал новые песни или снимался в клипах к ним. Артист взял ипотеку, чтобы купить бывшей жене и сыну. Певец страдал от неврозов из-за напряженного гастрольного графика. Стас Пьехар сказал, что ему пришлось долго восстанавливать нервную систему в клиниках из-за трудоголизма. Врачам даже пришлось собрать консилиум, чтобы выработать верную стратегию лечения и назначить эффективные препараты. Ведь на нервной почве у Стаса начались панические атаки. К счастью, артисту удалось излечиться и пересмотреть взгляды на жизнь. Я за гедонизм. Певец вспомнил, что мог за один месяц посетить с концертами 36 городов. Такая одержимость работы в итоге привела к моральному истощению. Надо сбавить обороты, деньги уже не в радость. Пьеха сравнил трудоголизм с такими расстройствами, как алкоголизм и игромания. Он уверен, что человеку необходимо отдыхать, чтобы не лишиться здоровья. Продолжение следует...